Ну, Денис Сергеевич Годлевский. Мы, в принципе, уже описывали, что это за персонаж, в хорошем смысле этого слова. Но еще раз я могу подчеркнуть два главных момента. Денис является одним из лучших скаутов не только в России, но и на европейском, если не на мировом пространстве. Поэтому его скаут-отчеты, его аналитика, ну, лично мне известно не понаслышке, мы вместе работали в сборной команды России. Недаром он проработал очень успешно с таким топовым клубом, как ЦСКА. Сейчас он работает в составе Нижнего Новгорода. И наверняка многие из вас подписаны на его телеграм-канал. То есть я всегда с удовольствием смотрю материалы и очень много от себя черпаю. Ну и тема, которую сегодня будет докладывать Денис Сергеевич, она чрезвычайно интересная. Тем более, что ее можно переносить не только на детско-юношеский, а многое можно переносить на скаутинг, аналитику любых по уровню команд. Давайте поприветствуем нашего лектора. Все, Денис Сергеевич. Да, благодарю. Друзья, здравствуйте еще раз. Как сказал Борис Ильич, скаутинг и аналитика в юношеском баскетболе, абсолютно правильно, что эта тема подойдет для любого уровня. Да. И плюс, смотрите, так или иначе, вся работа и все идеи, которые я буду рассказывать, они придут из профессионального, из мужского баскетбола, да, из более высокого уровня. Поэтому основная цель – это послушать меня, найти какие-то полезные для себя идеи, попытаться адаптировать их под свою команду, если вам, естественно, это будет нужно, полезно и, в принципе, интересно. Вот. Поэтому я расскажу со своей стороны, я сделаю какие-то акценты, а вы подумайте, насколько это полезно для вас, и зададите мне вопросы в конце нашего разговора. Итак, когда мы говорим про скаутинг и аналитику, сначала давайте с определением. Значит, если говорить в общем, то скаутинг – это изучение индивидуальных командных тенденций в нападении, в защите, в баскетболе, да, то есть вы представьте себе ситуацию, вы работаете с командой, я думаю, что это абсолютно очевидно, и вам нужно изучить, допустим, соперника. Начнем со слова «соперник», хотя это в данном моем выступлении будет не самым главным. Нам нужно изучить соперника. Что для этого нужно, если мы не берем… Давайте так, что для этого нужно в профессиональной команде? Для этого есть определенные ресурсы, есть технологии, есть скауты, есть ассистенты тренера. Например, допустим, в том же ЦСКА мы делали подготовку каждому сопернику в 4 человека. То есть 4 человека работало, в том числе главный тренер. 4 человека садились и обрабатывали информацию. Если мы проецируем это на детско-юношеский баскетбол, так невозможно, да. Здесь встает сразу же вопрос, какие ресурсы есть у вас. То есть, что реально вы можете, есть ли у вас на это, во-первых, время. Во-вторых, есть ли у вас возможности, разбирайтесь ли вы настолько в технологиях, есть ли у вас помощник или помощники, которые могут это сделать. Вот зная, понимая свои ресурсы, вы знаете, насколько вы должны изучить соперника. Почему важно изучать соперника? Почему нужны технологии в баскетболе? Еще когда в 2013 году я ездил в Барселону на вот эти вот огромные клиники, которые они проводили для тренеров, у них один из главных вопросов после всей клиники, они просили тренеров подойти, встать и на камеру ответить на несколько вопросов. Вот один из главных вопросов в 2013 году был, насколько сильно технологии влияют на баскетбол. То есть, представляете, 10 лет назад вообще не было даже понимания того, что как бы это настолько нужно. Сейчас без этого на взрослом уровне не обходится никто. Даже если в команде два ассистента, все равно кто-то один из них будет делать скаутинг. Что можно сделать в детско-юношеском баскетболе? Что можно сделать в командах, которые ниже? Когда я сам работал с детьми, скажу честно, я этого не делал. Тогда было вообще просто не про это. Тогда все было, основная идея была это тренировать игроков и играть матчи. Сейчас, так или иначе, любое изучение, оно помогает и оно нужно. Итак, у нас есть самое базовое определение. Теперь давайте, как сделать скаутинг. Если говорить в двух словах, если говорить очень-очень простым языком, скаутинг это вопросы, которые вы задаете. Смотря матч, не берем фразу изучая соперника, смотря матч, вы смотрите свою игру или игру соперника, вы задаете вопросы. Теперь момент. Чем больше и чем глубже вы задаете вопросы, тем лучше вы будете знать соперника. Давайте я приведу несколько примеров. Допустим, вы изучаете игру или вы смотрите игру в переходе. Какие вопросы могут быть вам нужны, чтобы понять, что делает соперник? Первое. Насколько, допустим, широко бежит команда соперника назад? То есть они бегут все в трехсекундную зону или они разбегаются широко и пытаются закрыть снайперов. Это важно. В зависимости от того, от этого многое очень зависит. Следующий момент. Если у них лейзи дефендерс, то есть ленивые защитники. Бывает центровой, который медленным шагом в спокойном темпе возвращается назад. Таких защитников есть термин, который называется лейзи дефендер. Если вы знаете, что в команде соперника есть лейзи дефендер, вы понимаете, что если вы скажете своему большому бежать быстрее, у вас есть шанс набрать очки из-под кольца. Поэтому вот два вопроса, три я привел. Насколько широко, насколько глубоко, и есть ли ленивые защитники. Три вопроса, как вы можете анализировать. Таких вопросов может быть десятки. Опять же, еще раз, чем глубже вы проникаете в тему, тем проще вам воспринимать. Следующий момент, еще один пример. Вы анализируете зонную защиту соперника. Как вы можете разбирать зонную защиту? Какие вопросы можно задавать в этой ситуации? Кто стоит в первой линии? Кто стоит во второй линии? Есть ли разрыв между линиями зоны? Насколько широко одна линия находится от другой? Где располагается пятый номер? Кто защищает хайпост? Как реагирует защита на пик-н-ролл? Вот базовые вопросы, если вы изучаете зону. Задавая эти вопросы, разбирая их, вы таким образом можете понимать и глубже проникать в игру. То есть так можно взять любой вид нападения. Мы можем так изучать оффскрин, пик-н-ролл. Все типы нападения, про типы нападения мы поговорим отдельно. Итак, еще раз, ключевая мысль. Чем больше вопросов вы можете задавать, тем глубже вы будете погружаться в игру. То есть чем глубже вы в игре, тем проще вам работать над соперником. Теперь, вот такой вот тезис, и он очень важен. Очень важно начать со своей команды. Многие, и это касается не только взрослого баскетбола, и точнее это именно взрослого баскетбола и касается. Многие тренеры, они не знают свою команду. То есть для начала, особенно в период предсезонки, очень хорошо сделать скаутинг на свою команду. Как это сделать, мы сейчас потихоньку обсудим, придем к этому. Но очень важно понимать, что вы можете сами. Очень важно понимать, что может ваш разыгрывающий. Может ли он создавать ситуацию, может ли он бросать после ведения, может ли он играть под давлением. Это все принципиально важно для того, чтобы строить свою систему, как вы хотите нападать. Из-за этого, зная сильные стороны своих игроков, вы можете выбирать взаимодействие, вы можете выбирать защиту. То есть практически на персоналиях строить все, что есть в вашей команде. Поэтому очень важно до того, как, или давайте так, в период, пока идет предсезонная подготовка, пока ваша команда на сборах, пока вы готовитесь, очень важно проанализировать своих игроков. Очень важно собрать эти знания, возможно они будут меняться. Возможно у вас есть понимание одного, и через месяц, или даже через неделю, или через полгода вы будете видеть это по-другому. Но очень важно это зафиксировать. Это принципиально важный вопрос. Итак, какая цель скаутинга? Когда вы разбираете игру? Первая вещь абсолютно очевидна. Знать сильные и слабые стороны игроков всей команды. Значит, здесь я хочу сделать небольшое отступление на слайд назад, говоря про свою команду. Вам тоже очень важно знать сильные и слабые стороны своей команды. И лучше их знать не условно, я и так знаю. Лучше знать их максимально точно, максимально глубоко. Я даже вам приведу такой пример. Когда мы в ЦСКА, когда я работал с Тудисом, играли первый матч, то есть первый товарищеский матч. Сколько мы, 20 дней тренировались или 10 начинали играть товарищеский матч? Первый матч. Тренер начинал сам проводить анализ игры. Он, понятно, что ассистенты делали видео и так далее, но он проводил анализ игры полностью сам. Ему было важно видеть, против какой защиты у нас больше всего проблем. И он знал, как бы изначально предполагал и приходил и говорил. Вот, допустим, против нас заступают и мы не можем ничего сделать с этим. Это то, что будет делать следующий соперник против нас. Вот такая была логика. Соответственно, исходя из этого, мы начинали добавлять упражнения или добавлять схемы, которые нам нужны для того, чтобы мы могли успешно атаковать, допустим, защиту заступом. Или против нас играли сайд, направляли в слабую руку. Когда первый раз начали играть сайд, на ДДК сначала не очень хорошо ходил в левую сторону. То есть он туда ходил, но не завершал. Потом он подготовился, он спокойно все это уже делал и все реализовал. То есть, первый момент. Сильные и слабые стороны игроков всей команды, как своей, так и соперника. Да, это цель скаутинга. Дальше. Зная сильные и слабые стороны, вы можете построить тактику. Если вы знаете, что соперник плохо играет, допустим, пик-н-роллы против агрессивной защиты, вы используете это. Или вы знаете, что болт-хендлеры команды, с которой вы будете играть, плохо водят мяч под давлением. Вам, естественно, нужен в этой ситуации прессинг. Но смысл в том, что знать это заранее. Сейчас мы потихоньку придем к тому, что это нужно не просто знать, эти знания нужно аккумулировать и сохранять. И сейчас мы к этому постепенно придем. Третий пункт. Это понять, что будет происходить на игре. Значит, очень важно тренеру в первую очередь, или его ассистенту, или всему тренерскому штабу понимать, с чем вы столкнетесь в ближайшем матче. Допустим, вы знаете, что вам предстоит 40 минут играть против зоны. Или вы знаете, что вам предстоит играть против трапа, или против прессинга. Это агрессивные виды защиты, или это та защита, над которой, к примеру, вы не работаете постоянно. Зная это, понимая это, вы будете работать определенным образом цикл при подготовке к игре. Ну и, соответственно, последний пункт, он выглядит немного похожим на третий. Но на самом деле здесь есть разница. То есть между понять и подготовить команду есть большая разница. К примеру, если мы говорим про то, что против нас будут прессинговать. Мы это понимаем. Мы знаем, что нам придется играть в агрессивной защите. Как мы можем подготовить команду к этой ситуации? В первую очередь, да, это может быть тактическая подготовка. Возможно, есть какие-то пресс-брейки, схемы, которые помогут вам выйти из ситуации против прессинга, и заставить соперника отменить или отказаться от этой идеи. Второй момент. Вы можете ментально подготовить игроков, показав им видео. То есть они будут знать. И вот эта вот разница между понятием подготовить, она на самом деле существует. И она очень важна. Да? Следующий момент. Как изучать соперника? Здесь базовые правила. Значит, все смотрят три игры. Три игры это минимум. Это я беру сейчас, я говорю про взрослый баскетбол. Когда у меня есть серверы, откуда я скачиваю матчи, и у меня есть любой доступ к любой информации. Я понимаю, что когда тренер играет в молодежном или в детском чемпионате, у него не всегда есть возможность посмотреть три игры. И это абсолютно нормальная история. Поэтому, если есть возможность смотреть игры, то вы их смотрите. Если нет, то здесь есть немного другой способ, как вы можете действовать. Но в любом случае нужно смотреть игры. То есть мы как бы не обсуждаем ситуацию, когда тренер не смотрит. И тогда разговоры про скаутинг вести не имеет смысла. То есть в любом случае тренер смотрит, как играет соперник. Значит, если у вас есть много информации, вы можете ее анализировать. Здесь дальше идет два пути. Как вы можете развивать свою подготовку команды. Как вы можете изучать соперника. Это отталкиваться от схемы, от взаимодействий, которые будут против вас играть. К примеру, еще когда я с детьми работал, была команда, где просто сильный поингард. Сильный разыгрывающий. И они заказывали для него рога. И он играл в рога и забивал по 40-50 очков. Потому что не было проблем. Вы отталкиваетесь от схем. Ваша задача подумать, как защитить схему. Это сложно. И так работают команды, которых реально есть возможность проанализировать соперника. И изучить его. Отталкиваться от персоналей. Посмотрите в скобках. Когда нет времени, вы можете изучать схемы. Так работают очень много команд. И отталкиваясь от персоналей, так мы работали в ЦСКА. То есть ЦСКА весь скаутинг, весь процесс скаутинга строился относительно персоналей. Мы когда показывали видео игрокам, у нас... Я чуть-чуть уйду в инсайт. Когда мы показывали видео, у нас было 3 видео. И на этих видео не было ни одно взаимодействие соперника. Мы не показывали схемы соперника. Ни колы. Мы их знали, но мы их не показывали. Колы название. Наша задача была показать им персоналии то, против кого и как они будут действовать. То есть персоналии делились очень просто. Есть креаторы, те, кто создает ситуацию. Есть финишеры, те, кто ситуацию завершает. То есть поингард это креатор. Он ситуацию создает. Он раздает передачи. Он создает броски себе, создает броски партнерам. Финишер это центровой или третий номер. Третий стоит в углу бросает, центровой это завершение после передачи. Понятно. Поэтому нам было важно, вот мы разбирали видео, нам было важно, как играют креаторы, как играют финишеры. И у нас про основных креаторов, про тех, кто создавал первое видео было 40 минут. То есть представьте, что мы трех игроков, допустим, показывали 40 минут. Вот в эти 40 минут входили абсолютно все их действия. Какой рукой, какой ногой. Сейчас мы к этому ко всему придем. Но смысл в чем? Если вы знаете персоналии, если вы знаете, что, не знаю, игрок ходит вправо и не ходит влево, если пойдет влево, то только передачу будет отдавать. В этой ситуации вам не важно, какую схему он играет. Вы знаете, что он может делать. И поэтому вот от такого момента мы прямо и отталкивались. То есть про креаторов видео 40 минут, про финишеров видео 5 минут. Потому что, понятно, ему мяч набросили, а он сверху забил. Это, ну, как бы очевидно. Его надо встречать раньше и так далее. Там было просто. Вот таким образом. И так на самом деле действовали многие тренеры. Так работает Борцокос. Так работают, я просто говорю про высокий уровень, с которым я сталкивался. Так работают команды, которые или не хотят, или не могут. У них просто нет времени. Если у вас игры каждые два дня, у вас иногда просто нет времени знать, да, какие взаимодействия играет соперник. То есть через вот такое видео про игроков мы показывали, ага, вот такую ситуацию они могут играть для него. Может быть сказали название. Называется так. Но тем не менее, основная идея была в том, чтобы знать, что может каждый игрок на площадке, который будет играть против нас. Дмитрий Сергеевич, а вот вкратце нашего короткого обсуждения вчерашних результатов. Можно еще раз на этом внимание заострить? Ну, локомотив и ЦСКА. Вот то, что ты сказал. Три основные момента. Или это дальше у тебя будет? У меня дальше-то не будет. Ладно. Три основных момента. Смотрите. Мы в прошлом году, когда... Борис Ильич просто, во-первых, прерывает меня, как вы видите, да? Сбивает меня с мысли. Три основных момента, которые были в прошлом году, когда мы играли семиматчевую серию. Это игра в переходе, игра один на один, игра подбор нападений. То есть это три вещи, которые есть везде. Да, вот сейчас мы возьмем детей, детский баскетбол, и возьмем баскетбол Евролигии. Да, вот Фенербахче с партизаном играли. Транзишн гейм и Фенербахче 10 очков вперед. Вот та же самая ситуация у локомотива. Они очень хорошо делают три вещи. У них несложные взаимодействия, очень простые ситуации. У них есть игроки, которые могут играть один на один агрессивно, которые могут ходить в проход. Они могут бежать, и они все агрессивны на подборе в нападении. Вот эти три вещи, мы семь матчей, нам было очень сложно эти три вещи защитить. Если мы с какой-то одной справлялись, то в какой-то другой они добавляли те очки, которые мы отрезали у них в предыдущей ситуации. То есть мы справились с подбором нападений, получили в переходе. И вот так шла игра. Это настолько простые вещи, это работают все, но эти простые вещи, их нереально сложно им тренировать и защитить. Поэтому вот просто тренер Секулич работает над этими вещами. И у него команда была в финале. Поэтому так. Хорошо, давайте вернемся к презентации. Основные составляющие скаутинга. Значит, здесь все просто. Здесь, я думаю, все понятно. И сейчас мы по каждому из этих пунктов потихоньку пройдемся с примерами. Я вам все покажу и расскажу. Значит, нападение защиты индивидуальности. Давайте так. Что мы рассматриваем, когда изучаем нападение? То есть что вы можете рассмотреть? Возможно, у вас будет больше пунктов. Возможно, у вас будут другие пункты. Но вот эти моменты, они самые базовые, самые основные, от которых нужно отталкиваться. То есть, опять же, я уже проговорил, схемы соперника стоят первым пунктом. Потому что для многих тренеров очень важно, какие ситуации они играют. Есть у них Spanish Pick'n'Roll или нет? Значит, схема соперника. Если вы изучаете схему соперника, если у вас есть возможность изучить схему соперника, то вам нужно знать длинную схему. Вам нужно знать сложность, частоту использования. Как это все посчитать, опять же, мы проговорим чуть дальше. Значит, очень важно. Есть короткие ситуации, которые используются, когда команда играет под давлением. Есть длинные ситуации, которые играет команда, когда хочет держать ритм или хочет играть в том темпе, опять же, ритм, в котором ей удобно. Поэтому схемы соперника, даже если вы сильно не изучаете, вам все равно лучше знать, да, команда играет долго или играет быстро. Это, как минимум, минимум самый то, чего нужно знать. Количество взаимодействий соперника. Если у вас есть возможность проводить полноценный скаутинг, вам нужно знать, какие схемы. Но с количеством взаимодействий есть одна проблема. У меня в конце будет слайд. Если команда, допустим, я не знаю, сколько на вашем уровне может быть взаимодействия одной команды. 20 может быть? Ну, в юношеском баскетболе. Не может. 10 может быть? Тоже много. Тоже много. Мини, Сергеевич, вот у нас есть тренерский штаб премьер-лиги. Так. Женский. Понятно, сколько взаимодействий, Дмитрий Александрович? У вас в плейбоке более 20. Более 20, да, я понял. Ну, соответственно, может быть, 20, 10, да, юношеский баскетбол. Вот, поэтому, в принципе, это все, ну, как бы, реальные вещи, да. То есть, мы, когда анализировали, допустим, я, опять же, поднимусь чуть выше, да, когда анализировали или анализируем команду «Зенита», мы приходим к 70 ситуациям. То есть, это без выносов. 70 схем, которые играет тренер. Они, кто-то что-то похож, кто-то нет, как с этим быть, очень сложно, да. Поэтому, если ситуации 10, их, наверное, можно, как бы, анализировать и знать. Но, здесь, опять же, следующий момент, да, 10 ситуаций соперника. Представьте, что они одну играют 20 раз, а другую 2 раза. Какую вам из них? Понятно, какую готовить, но как это узнать? Вот об этом мы тоже поговорим. Значит, что еще нам нужно знать? Как играет, как строится игра в переходе? Это то, про что спросил меня Борис Ильич. Это вот как раз наш пример с локомотивом, да. Бежит соперник, не бежит, как бежит, кем бежит, снайперы есть ли у них, есть ли у них кто ходит кост-у-кост, да, от кольца до кольца, подобрал и сам пошел. Или у них бегут трейлеры. Это те вещи, которые вам нужно знать, если вы хотите, как бы, разбираться в том, что делают соперники. Выносы лицевая, боковая, понятно. На выносах обычно смотрят такую вещь. На выносах чаще всего смотрят, есть ли квик-хитеры. Квик-хитеры это ситуация, когда можно быстро набрать очки, да. Заслон спину, заслон заслоняющему, выскочил один, остался набрал броски. Вот такие схемы, их обязательно надо знать, да. Если соперник просто выносит мяч и играет простое обычное нападение, то это другая история. Это просто надо отмечать галочкой, что да, они играют только схемы. Но если вы знаете, что там какие-то сложности, хитрости, вы можете пропустить легкие очки, пустой бросок, это обязательно нужно знать и учитывать. Типы игры, которые использует соперник. Значит, что такое типы игры? Я сейчас вам на следующем слайде покажу. Есть стандартная классификация, чтобы понимать, что такое типы игры. Сейчас мы к этому вернемся. Название схем по ситуациям. Многие тренеры работают, им названия принципиально важны. Вот прям, вот хоть убей, нужно знать все названия всего, что будет происходить. Многим это вообще, многих это вообще не волнует. Поэтому название схем это ситуация, которая нужна. Но, следующий момент, и он выделен жирным цветом, игра под давлением. Игра под давлением это один из ключевых вообще моментов в баскетболе, особенно в современном. Если вы знаете, что соперник играет, давит на оппонента, оппонента, это очень важно. Если вы знаете, что соперник не может играть против давления, это тоже очень важно. Это нужно увидеть. Вот, то есть, видеть, есть давление или его нет во время игры, это, ну, скажем так, это то вообще, с чего мы начинали, когда мы делали видеоразборы, с чего мы начинали. Есть ли давление? С чем нам предстоит столкнуться? Будут на нас давить? Вы знаете, да, могут давить просто на болгхендлера. Как вот МБА, допустим, сейчас играет. Они приходят и давят на болгхендлера, пока он не упадет там в середине поля. Вот. Это тоже вид давления. Есть давление прессингом, да? Есть давление в каких-то типах игры, да? Допустим, трапы на пик-н-роллах. Это тоже вид давления. Есть давление, когда соперник играет за получение на краю, внутри, и не позволяет вообще движение мяча. Это тоже вид давления. И это все нужно знать, потому что давление больше всего сказывается на ваш рисунок игры, на вашу тактику. При любом раскладе. В любой команде, на любом уровне. И особенно в концовках. И особенно в концовках, потому что там появляется другой вид давления. Там появляется еще давление времени и ситуации, и результата. Дальше. Действия на последних секундах. Ну, думаю, тут понятно, да? Если вы знаете, что соперник будет сложный, если вы хотите знать соперника, то вы должны знать, что есть действия на последних секундах, и как действуют соперники, что вы можете от него ожидать. Так, давайте теперь, посмотрите. Типы игры. Значит, вас сейчас... Я сейчас рассказываю про первую колонку, где цифр нет. На цифры не обращайте внимания. Это стандартный... Значит, есть такой сервис в баскетболе, который называется Synergy. Это огромная компания американская, которая разбирает игры на практически всех чемпионатов в мире. И у них статистика на каждую команду, на каждого игрока по 20 листов. Ну, то есть, это нереально изучить такой объем информации. Но у них есть те вещи, которые все принимают за основу. Вот типы игры — это то, что принимают за основу. Видите, play types. Значит, какие типы игры могут быть? Давайте я быстро расшифрую. Ну, значит, пик-н-ролл, болг-хендлер и пик-н-ролл-мен. Первые и последние пункты. Это то, что касается пик-н-ролла, да? То есть, отдельно разбирается ситуация, как играет команда, когда у них болг-хендлер пик-н-ролл, и когда они пасуют большому. Типы игры пик-н-ролл. Возьмем эти два пункта как один. Просто типы игры пик-н-ролл. Следующий — спот-ап. Спот-ап — это бросок с места. Бросок с места — это самый желаемый бросок в европейском баскетболе, да? Когда соперник отдал передачу, пустой игрок, без ведения, без всего, бросает с места открытый бросок. Это считается самым идеальным. Вот спот-ап — это один из видов игры. Его достаточно сложно анализировать, но, тем не менее, он есть. Это самый важный бросок. Есть команды, допустим, «Олимпиакос», которые просто, в принципе, строят свою игру на открытых бросках с места. Они готовы двигать мяч 22 секунды, найти пустого человека, который бросит, и их это устраивает. И они — это то, что они хотят. Дальше. Транзишн — это игра в переходе, изоляции. Понятно, это игра один на один. Хэнд-офф — это хэнд-офф, оффскрин — это игра из-под заслона. Мисселениус плейс. Я не знаю, если кто-то подписан на мой телеграм-канал, то вы, наверное, знаете, что это такое. Мисселениус плейс — это сложное слово, которое на самом деле обозначает ничейные мячи. То есть тип игры, когда хасл-поинтс, да, все поборолись, мяч отскочил туда-сюда, потом его один игрок забрал, он выиграл вот этот вот ничейный мяч. Важный пункт — подбор нападений, пост и кат. Кат — это входы под кольцо, входы без мяча. Значит, вот такие типы игры, и по типам игры выстраивается ваше, как бы, как это назвать, ваше понимание игры. То есть, допустим, я вам приведу пример, вот как тренер-этудис, допустим, у себя в голове укладывал. То есть он, давайте так, он анализировал игру, и когда он анализировал игру, у него было такое, у него три листа было после каждого нашего матча, три листа, там все маркерами выделено, все подписано, что он хотел показать. И он очень четко разбирал каждый эпизод. Первое. Он ставил тип игры, допустим, пик-н-ролл, к примеру, мы защищаемся. Он писал пик-н-ролл, дальше он писал, какая ситуация была на пик-н-ролле, как мы защищались. Допустим, хэтч, заступ. В следующий момент он писал, пас наружу, трехочковый бросок. Вот по такой системе, тип игры, вид защиты, действия, результат. Вот это была система, по которой анализировал весь матч. Исходя вот из этих типов игры, он выстраивал полную картину для себя. То есть он мог открыть свои листочки, он просто на компьютере не очень любил это все делать. Он мог открыть бумагу, увидеть, что, ага, вот здесь у нас с пик-н-роллов нам в этой игре забили 50 очков, а с офскрида 2 очка. Поэтому над чем нам надо работать в следующий раз? Над защитой на пик-н-роллах. Все достаточно было просто. Значит, типы игры, это информация для общего развития. Такая ситуация существует, ее лучше знать. Вот такие типы игры есть. Теперь смотрите. Следующий момент. Вот вы все это разобрали. Представьте себе, вам интересно изучать соперника, или вы изучили свою команду, вы все это разобрали. Следующий момент. Как это все, куда это все деть? Да, вот вы написали на бумаге, как это все хранить. Это получается, если у вас 10 соперников, или если у вас 50 соперников, у вас получается гигантское количество информации. Эту всю информацию нужно систематизировать и хранить. Понятно, что если вы работаете в профессиональной команде, там есть для этого специальные сервисы, которые позволяют это делать. Но не у всех есть возможность пользоваться этими сервисами. Поэтому, значит, первое. Данные хранятся в репортах. Сейчас я вам приведу пример, что такое репорт. Данные хранятся в плейбуках, в видеофайлах. Это записи ваших игр, или нарезки, которые вы делали. Ну и, соответственно, форма Excel и Word. Это мы тоже сейчас обсудим, что это такое. Эту информацию нужно понимать, как систематизировать. Я вам приведу самый простой способ систематизирования, который может делать любой. Опять же, я оттолкнусь от своей работы в ЦСКА. Вот у нас главный тренер. И даже не главный тренер. Все тренеры, которые были в команде. У нас лежала такая огромная стопка папок. Представьте себе, папка бумажная, да? Мягкий картон. Две этих. В эту папку каждый тренер клал запись про соперника. То есть, то, что мы на него нашли. Протокол игры. Конспект. У каждого тренера был конспект на тренировку. То есть, главный тренер писал конспект, распечатывал на всю команду. Вот. То есть, у каждого, здесь тренерский штаб, я имею в виду, у каждого был конспект. Вот это все. Потом мы, допустим, у нас была форма, в которой мы записывали, как мы хотели защищаться против соперника. Кто-то там писал анализ, как это работало или не работало. Папочку закрыли, положили. В следующий раз с этим соперником встретились, открыли протокол, ага, проиграли 10 очков. Что мы делали, что у нас было, так работало, так не работало. Уже понятно, за что браться. Это самый простой, самый элементарный способ систематизации информации. Папка подписана, понятно, кто соперник, там писали, кто в составе и так далее, и тому подобное. Вот пример, как мы систематизировали эту информацию. Это достаточно сложное приложение, все можно делать намного проще. Здесь просто сама идея. Я сейчас прочитаю, что там, расскажу, что за текст. Значит, анализ команды в нападении. Вот это только нападение. Мы разбирали FS. Допустим, у нас первое состав команды, второе, последние 5 игр, которые они сыграли. Дальше идет следующий момент, где написано Our Opponent. Не знаю, ну, я надеюсь, что понятно. Значит, первое, первый, сейчас переведем, первый длинный текст. Это общее описание соперника. То есть, буквально в 3-5 предложений мы составляли общее описание того, что делает соперник. Вот у нас, допустим, очень эффективная команда в нападении. Играет много пик-н-роллов, но большинство из этих игроков, из игроков, которые играют пик-н-роллов, способны сами себе создать очки. Даже если их схема не работает, то в 1 на 1 они найдут способ, как набрать очки в ситуации. Кроме этого, они выигрывают ситуации хасл, и это очень важно. Мы должны защищаться на подборе, мы должны не давать им подборы на своем счете. Мы должны играть физически, должны играть агрессивно. там дальше уже призыв идет. Не ждите, пока они что-то сделают, делайте это сами. Общее описание команды. Вот открыл я в следующий раз, когда к этому сопернику приду, неважно когда, может быть, я к нему через полгода приду, я открыл, у меня есть общее понимание, что я вообще про него думал. Может быть, оно изменится, но как минимум у меня есть от чего оттолкнуться. Это важно. Следующий момент, следующий столбик, идет пик-н-ролл гейм. Здесь мы описывали, значит, главные игроки, которые играют пик-н-роллы. У нас в правой части, да, если в правой части есть к вам лицо. В левой части мы писали, что они играют на пик-н-роллах. Значит, в большинстве ситуаций это four corners play. Все знают, что такое four corners play? Нужно об этом сказать или понятно? Нужно. Так, тогда давайте так. Угу, благодарю. Значит, вот у нас, это самые базовые, видно? самые базовые расстановки, какие существуют, вообще в принципе, в баскетболе не в современном, вообще в баскетболе. Значит, у нас есть, я рисую условно, три, два, четыре, один, пять. Вот у нас идет пик-н-ролл, да? Вот так вот. Вот эта расстановка называется четыре угла. Оба угла заняты. Это четыре угла. Есть еще вторая базовая расстановка. Она называется три угла. Все очень просто, да? Точно так же. Один, пять. И здесь у нас начинается три, два, четыре. Здесь нет человека. Вот это три угла. Вот это две самые базовые расстановки. И вот мы пишем, да? Вот мы разбираем пик-н-ролл и пишем. В большинстве ситуаций не играет фор-корнерс. Фор-корнерс, четыре угла, это самая сложная защищаемая ситуация из того, что есть в баскетболе. И она работает против любого вида защиты. Против смены, против застава, против плоской. Это то, что тяжелее защитить, особенно если ваши игроки могут играть. Простейший спейсинг, при этом сложно защищаемая ситуация, если игроки знают, что они здесь, как они здесь должны двигаться. Дальше, следующая колонка low-post game. Да, мы пишем, что они не такие хорошие в посту. В большинстве случаев они будут постить, только если мы поменяемся. Мы поменяемся, они будут маленького игрока большим пытаться запостить. И дальше пишем, кто может запостить. Дальше написано, что мичич также может играть в посту. То есть защитник, это мы отмечаем. Соответственно, оффскрин, кто играет у них оффскрин, основные игроки. То есть, отличные снайперы могут выходить очень эффективно из-под заслона. И дальше мы пишем, что они делают в переходе. Они бегут при любой возможности, могут пойти в ранние проходы или будут играть один на один. Вот у нас самая база, вот основа, да, которую можно посмотрите, сколько здесь весь текст. Я думаю, это 12 предложений, может 15. То есть, за 15 предложений мы оформили всю информацию о команде. Мы знаем в следующий раз, что мы хотим получить от этой информации. Дальше. Если мы, если нас интересовали схемы, если нас интересовали схемы, которые использовал соперник. Так, дайте я попробую. Вот я вам сделал вот такой вот. Допустим, это эфес. Это, опять же, для общего развития, это специальная программа, которая называется Fast Draw, на ней рисуются все ситуации, и вот у нас шел плейбук, который выглядел примерно таким образом. Здесь было описание всех ситуаций, которые есть, и дальше мы начинали разбирать. По, допустим, типам игры, пикинг ролл, лоу-постов-скрин, то, что нам было нужно. Вот так вот шла, к примеру, каждая схема, да, вот у нас нарисована, мы знали, что мы хотели в каждой ситуации, видели, что мы можем ожидать от соперника, да, то есть вот у нас один ситуация, допустим, вот посмотрите, последние четыре кадра, это длинная схема, да, это когда много движений, много действий, то, про что я говорил пару слайдов назад. Вот, допустим, у нас, сейчас дойдем до, к примеру, где-нибудь здесь, вот у нас, допустим, вот первые четыре кадра ситуация, это короткая схема, да, это пришел игрок и сыграл в спейниш пикин ролл, то есть для нас было важно различать, да, мы готовились к сопернику полностью, не было вариантов, тут мы разберем, тут не разберем, мы презентовали игрокам только персоналий, но тренерский штаб абсолютно полностью знал все, с чем придется столкнуться, да, и на игре, соответственно, ассистенты могли помочь игрокам, чтобы подсказать, какой плей против них играется, поэтому это буквально пример плейбука, у Эфеса был самый простой плейбук, он визуально оказался самый маленький, но на самом деле он будет очень большим, потому что, но в принципе он изначально выглядел как маленький и очень простой, состоящий из классических схем, и так, значит, мы, опять же, да, это я рассказываю про то, как мы систематизируем информацию, первое, мы с вами написали про соперника, положили в папочку, второе, мы, у нас есть схемы, да, если нам они важны, что мы, допустим, нет у нас программы, которые так можно нарисовать, от руки, на бумажке, спокойно можно нарисовать несколько взаимодействий для соперника, которые важны, и также их у себя оставить, это тоже будет систематизация, информация, она очень важна, потому что вы знаете, с чем вы столкнуетесь, опять же, если вас это интересует, следующий пункт, мы прошли нападение, следующий пункт, защита соперника, да, значит, что у нас есть, типы игры, помните, мы на слайде посмотрели, да, таблицу синерджи, на каких типах игры, как соперник защищается, допустим, у нас, на пик-н-ролле, мы знаем, что они играют только плоско, только не агрессивно, мы это отметили, нам это важно, либо мы знаем, что они играют и так, и так, и так, это тоже важно отметить, чтобы быть к этому готовым, не забывайте, если вернуться на 5 слайдов назад, то ключевая идея была какая, знать, что будет происходить на игре, и подготовить к этому команду, да, то есть, мы не просто, они защищаются плоско, а потом неожиданно тропуют, мы должны это знать для себя, и уметь это показать, альтернативные виды защиты, которые также важно знать, зона прессинг, мэтчап, это смешанная защита, если у соперника такая защита есть, ее, вы должны об этом знать, вы должны к этому подготовиться, опять же, и подготовить игроков, уровень агрессивности, это к тому, о чем мы говорили, про давление, уровень агрессивности, за счет чего он достигается, да, это такие подвопросы, к пункту, за счет чего он может достигаться, мы уже проговорили, это может быть прессинг, давление на мяч, Это могут быть какие-то трапы, это может быть игра за получение. Четыре самых базовых вещи, за счет которых соперник может разрушить ваше нападение. Об этом надо знать и надо понимать, что с этим можно сделать. Как долго соперник может удерживать уровень агрессивности? Они прессингуют весь матч. Это называется длительное. Они прессингуют только после пауз. Или они прессингуют после мертвого мяча или после штрафного. То есть, опять же, говоря про прессинг, мы помним, что прессинг может быть и агрессивным с ловушками, он может быть также сдерживающим. Это все важно знать. И это все важно где-то у себя документировать, чтобы понимать, опять же, как будет играть. То есть, допустим, локомотив, мы поскольку уже касались его, они прессингуют. С одной стороны, это прессинг, с другой стороны, это сдерживающий прессинг, который просто заставляет соперника замедлиться. Для чего соперник может замедлиться? Первое. Они хотят встать в зону и тогда совсем сломать ритм игры. Или они хотят поменяться и за счет прессинга съедают время у соперника, который просто не может, ему сложно, у него нет времени для того, чтобы, к примеру, попытаться отдать мяч внутрь против прессинга. Поэтому эти моменты важны. Дальше, соответственно, здесь. Денис, одну секунду. Я хотел бы еще, учитывая то, что у нас в основном контингент детско-юношеских тренеров, тоже, допустим, многие знают, что противник прессингует. Вот. Ну, создают специальные системы разбития прессинга, то есть пресс-брейки. И в то же время, допустим, начинается игра, оставляет много мячей противника. Вот. Поэтому я бы хотел на это как бы прикладное, чтобы было значение. Потому что многие команды, допустим, готовят прессинг, но не готовят пресс-брейк. То есть он тоже должен занимать много времени, чтобы, зная, если тренер знает, очень важно, как он донесет эти знания до своих подопечных. Извиняюсь. Да. Тут я, конечно, соглашусь с Борисом Ильичем. То есть, допустим, команда, которая... Ну, к примеру, так, да? Вот мы когда работали в Самаре с Сергеем Базаревичем, у него была такая система. Он хотел каждому типу игры быть готовым. Допустим, он знал, что будет играть против личного прессинга. У нас был пресс-брейк против личного прессинга. Или он знал, что мы будем играть, не знаю, против зоны. У нас были специальные схемы, понятно, да, которые разбивали зону. Многие тренеры готовят несколько пресс-брейков. Пресс-брейк против зонного прессинга, пресс-брейк против личного прессинга. То есть, как мы будем его разбивать. И, соответственно, зная, опять же, для чего нам нужен скаутинг, да, что сегодня нас ждет не личный, а только зонный прессинг, мы повторяем с командой, не тратим время на все подряд, Мы повторяем только тот пресс-брейк, который нам нужен для конкретно этой игры. То есть, как говорил Чаю Паскуальда в своих лекциях, еще когда он также читал в Барселоне, что вся работа тренера, ну окей, это тренера, допустим, взрослого, но тем не менее, вся работа тренера, если он в режиме соревнований, она построена на подготовку к следующей игре. Также там есть и развитие для игроков, это в любом случае без этого не может быть никакого процесса. Но тем не менее, тактика и разбор защиты нападения, они работают в сторону того, с кем вы будете играть дальше. Если вам предстоит столкнуться с зоной прессинга, вам не надо тренировать пресс-брейк против личного прессинга. Это имеет значение, это имеет время. Допустим, приведу вам другой пример, когда Дэвид Блатт рассказывал про свою защиту мэч-ап, он говорил, один из пунктов, почему эту защиту стоит играть, он приводил пример такой, что многих тренеров, у них просто нет времени подготовиться против сложной защиты. Они разбирают это, 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 у них тренировка один раз в день полтора часа, а это они уже не могут подготовить. И вот он говорил, я хочу играть, потому что я знаю, что к ней никто готов не будет. И он описывал пять основных взаимодействий, которые все, вот увидев эту защиту, будут играть. Он говорит, мы знаем, как против них действовать, идите теперь попробуйте против нас играть. Вот, но мы знаем, да, что такое, как играл Дэвид Блатт, и как его защита эта работала, и сколько он выиграл с этой защитой. Поэтому вот самый простой пример этой ситуации. Окей, возвращаемся к презентации. Здесь, это то, как мы сохраняли информацию по защите. То есть принцип тот же самый. У нас была небольшая табличка, да, опять же, не смотрите на оформление, оно достаточно красивое, это было отдельное приложение, это можно сделать просто в вордовском формате, расчертить на шесть колонок. И здесь мы записывали, что соперник играет на пик-н-роллах, что играет в посту, что играет против прессинга. Колонка таргетс была очень важной. Она имела принципиальное значение. Это то, что вы можете знать против вашего соперника, независимо от того, на каком уровне вы работаете. Таргеты – это те игроки соперника, которых вы можете атаковать. Допустим, есть большой, который вообще не может защитить никак пик-н-ролл. Он заступает, назад вернуться не успевает. Для вас это будет таргетом. Вы должны это отметить, и вы должны знать. Этот момент очень важно сохранить. Если его не записать, он потом пропадает. Вы забыли, не учли, а информацию лучше накапливать. И вот это у нас были таргеты. Видите, пик-н-ролл диффенс. Пляйс, Симон. Мы знали, что мы хотим атаковать большого на пик-н-ролле, и мы хотим вовлекать в пик-н-ролл одного форварда. Вот это было для нас важно. Когда мы к этой игре возвращались, допустим, через 3-4 месяца, если это был какой-то групповой раунд, то мы знали, ага, вот этих людей мы хотели атаковать. Мы видео открывали и смотрели. Так мы их атаковали, у нас ничего не работало. Значит, нам нужны другие таргеты. Значит, это не работает. Или наоборот. Мы открывали и смотрели, и говорили, так, вот здесь мы набрали все очки. Поэтому мы это продолжаем делать. В эту сторону, в этом направлении мы работаем. Также лоу-пост-таргет, да, если у вас есть с кем атаковать внутри, вы знаете слабых игроков, которых вы можете атаковать. К примеру, да, вот у нас Ларкин. Последний, да, написан в списке. Маленький защитник. Его можно атаковать внутри, он не защищается. Здесь сразу же следующий вопрос возникает. Зная все это, следующий вопрос к вашей тактике. Есть ли у вас инструменты, которыми вы можете атаковать игрока внутри, да. Есть ли у вас кросс-скрин, диагональный заслон, или вы сходу можете его запастить, спиной развернуться и начать его атаковать. Это все важно. То есть вот это все, оно как бы обретает одну целостность, да. Зная все это, зная вашу тактику и подстраивая тактику, складывая инструменты своей тактики вот против этого всего, имеете знания, вы можете формировать то, за счет чего вы будете играть. То есть вот в чем основная идея. Следующий момент и, наверное, самый важный. Это индивидуальные характеристики игроков, да. Сильные и слабые стороны. Здесь я выбрал 6 пунктов, они самые базовые. Возможно, у вас будет 10 пунктов. Возможно, вам нужно только 2 или 3. Но, тем не менее, это то, на что обращается больше всего внимание, да. Понятно, что бросок, то, что я говорил, может ли игрок бросать с места. Принципиально важно. Может ли игрок бросать после ведения. Это вообще, значит, в скобках написано сложнее всего. Бросок после ведения, самый сложный бросок в баскетболе. Самый сложный бросок. Это абсолютно истина. Поэтому, если у вас есть игрок, который может атаковать после ведения, это хорошо. Если у соперника, знаете, как строят защиту, допустим, соперник играет пик-н-ролл, и у них защитник не может атаковать после ведения. Он плохо бросает. Тогда играют плоскую защиту, не играют с ним агрессивно, отходят от него, дают ему пространство, бей после ведения. И так рискуют. Вот сейчас, не будем ходить далеко, вчерашний матч МБА-Минск. Плоская защита, все ушли, сколько сможете, забейте нам. 54 очка они смогли забить. Понятно, что не все из пик-н-ролла. Но вот самый простой пример. Риск ситуации, когда мы знаем, что вот он это не может, это был скаутинг, они это изучили. И вот как в этой ситуации действовать. Ну и, соответственно, бросок из-под заслона. То есть, если есть игрок, который может, понимаете, если вы, допустим, изучаете игрока, если есть игрок, который владеет всеми тремя первыми пунктами, бросок, это очень высокого уровня игрок. Это уже определенный снайпер. Если он может и после ведения, и с места, и после заслона забить. Это важно. Это будет отдельно, должно быть занесено. Проходы, понятно. Сильная рука в одну сторону, в обе стороны. Здесь нужно этот пункт раскрыть, потому что проходы, они имеют непростое значение. То есть, я могу пойти вправо и завершать великолепно. Могу пойти влево и завершать великолепно. А, допустим, есть игроки, которые в одну сторону отличны в завершении, другие отличны только пас могут отдать. Тот же возьмите, к примеру, не знаю, Эртеля. Игрок высочайшего класса, но в правую сторону он пойдет до конца, его не остановить будет. А в левую сторону он или будет передачу смотреть, или флоутер набрасывать. Да, поэтому это важно. Если вы знаете, как соперник, проход, это вид агрессивности. Это также вид давления. То есть, если игрок ходит в проход, он оказывает давление на вашу защиту. Поэтому, зная, в какую сторону он будет более опасен, где он будет давить больше, вы из этого исходя будете делать определенные выводы. Буду я там, в правую сторону он играет супер агрессивно, буду я против него заступать, когда он вправо идет, чтобы у него не было шансов пойти. Или я вообще его направлю в левую сторону и не дам ему вообще право. То есть, из знания вот этих вот вещей строится тактика защиты команды. Соответственно, в каких типах игры я более эффективен. Это то, что мы проговорили. Пикинролл он умеет играть или из-под заслона бросать. Это что касается типов игры. И вы знаете, что вам придется защищать. И вы игрокам расскажете, с чем они будут сталкиваться. Допустим, у вас есть игрок на позиции 3, который не может играть пикинролл, но из-под заслона он выходит великолепно. В этой ситуации вы, соответственно, готовите своих защитников против него, что вам надо будет заслоны проходить, а не пикинроллы защищать. Да, опять же, вот эта информация дает вам работу на площадке. Игра ВКонтакте принципиально важный момент, который многие упускают. Потому что, если вы знаете, еще Этер Мессина проводил семинар в ЦСКА, о котором он рассказывал тему, которая называлась Игра ВКонтакте. И когда он первый раз с ней вышел, это было лет 15 назад, когда он первый раз вышел с этой темой, и все так посмотрели и подумали, что он сейчас нам расскажет, какая игра ВКонтакте. Ну, он упражнение показывал, там два человека, один за мяч борется, другой его отсекает. И никто понять не мог сначала, что он хочет. И потом, когда начали эту тему понимать, изучать, развивать, пришло все к тому, что это самый ключевой момент. Может ли ваш игрок защищаться или, скажем так, забить, когда против него идет агрессивное сопротивление. Когда он идет в проход, а на нем защитник не просто рядом, а он его телом подпирает, он его локтем толкает. Может ли он в этой ситуации забить? Вот это и есть Игра ВКонтакте. Здесь очень важно понимать, это также можно изучать свою команду. Некоторые игроки, некоторые игроки, они хотят этот контакт, они его сами ищут, они идут, чтобы поймать контакт, делают паузу и атакуют. Некоторые игроки при контакте, они просто мяч из рук валятся. И таких примеров очень много. И знать это, соответственно, определенным образом играть. Это четвертый пункт. Важен абсолютно на любом уровне. Абсолютно на любом. Не важно, это будет Евролига или это будет детский баскетбол. Может ваш игрок завершить ВКонтакте или может соперник завершить ВКонтакте или нет. Соответственно, игра под давлением, это мы практически всю лекцию говорим про игру под давлением. То есть это у нас идет ситуация, когда ваш игрок ведет мяч или соперник ведет мяч, на него давит защитник, он теряет под давлением. это означает что у вас есть проблемы допустим если это вашей команде значит надо ему как-то помогать да когда на него давят а он мяч вывести не может или но давайте про прессинг уже не будем останавливаться я думаю что пункт игра под давлением понятно если непонятно вы потом зададите в конце вопроса она доступна игрокам если тренер говорит игрокам а изучайте своих визави который с которым вам придется играть здесь ничего сложного нет игроки тоже должны приучаться к самостоятельной деятельности то есть тому чтобы они сами готовились потому что тренер сегодня расскажет игрок сегодня выучен а вот здесь игрок сам понимает как ему готовится к предстоящим персоналем допустим по играм ну я сразу чуть-чуть буду оппонировать бориса лечу потому что я здесь согласен но отчасти смысл в том что не все игроки просто понимают как это все изучите как эту форму вообще для себя воспринять многие просто не понимают тактически что происходит вы как бы у нас самая ключевая проблема с которой мы сейчас сталкиваемся последние месяцы это тем что некоторые игроки особенно молодые не слушать не могут не то что они не хотят они просто не понимают что от них хотят вот они не не вчера начали баскетбол играть поэтому это все супер важно и абсолютно согласен но игрок должен понимать как этим пользоваться да ему придется сначала рассказать если он будет знать и понимать вы получите очень хорошего качества игрока значит слабые сильные стороны в защите я думаю тут тоже более-менее понятно да когда вы изучаете соперника смотрите индивидуальные характеристики игрока вы должны понимать может он из-под заслона выходить или он на каждом заслоне застревает или один на один вообще защитить никого не может этой индивидуальности которые учитываются опять же при построении вашей тактики опять же чтобы слабые стороны игрока как-то реализовать для этого нужны инструменты инструменты это ваша игра в нападение в защите давайте несколько примеров я уже подхожу концу несколько примеров как выглядело описание на игроков которые мы составляли да возможно она сейчас вам не будет настолько важно я вам просто саму структуру расскажу да это нас николатес вот мы при него писали здесь вид написания свободный да то есть просто тренер брал и писал свои идеи что здесь писали игрок с большой энергией на позиции один за счет своего размера и быстроты он может играть очень хорошо в защите дальше он может быть агрей агрессивным прессинговать по всей площадке чтобы провоцировать потери дальше в нападении пытается пройти и создать пытается пройти завершить или создать ситуации для партнеров не снайпер но в то же время очень эффективен но это это уже частности даст действительно от прошлого сезона этого уже небольшие частности мы можем рисковать его броском после видения это как раз то о чем мы говорили или когда он играет после видения бросает после изоляции поскольку он не стабильный снайпер он любит очень играть без мяча делать входы под кольцо очень мобильный без мяча также будь готов а если вы от него слишком далеко отойдете он пустой бросок вам забьют поэтому вот вот описание в свободной форме да это описание почему я его сюда приложил это тоже то что вы можете сохранить да допустим не печатать на компьютере написать про какого-то игрока соперника с которым вы будете играть пять предложений положить себе в папочку таким образом создается база данных таким образом у вас есть информация о том с чем вы столкнулись и чем вы дальше столкнулись эта информация может корректироваться да то есть мы можем могли переследующей игрой переписать половину как минимум это все корректировалось то же самое про большого игрока мы писали да ну нужно это прочитать или не принципиально вам прочитать позиция 45 не спрэд плеер это значит что он без трех очкового броска то есть он не растягивает защиту может бросать четырех с половиной метра в основном забивает после того как ему создадут ситуации партнеры он смотрит пикин ролл падает под кольцо или играет above the rim это значит ему мяч набрасывает он сверху просто завершает атаку может получить мяч очень хорошо на входе и отдавать передачу то есть двигает мяч inside out хорошо защищается может заступать агрессивно может меняться и защищать защитника и может быть флоппером да то есть показывает очень сильным вот вот такая информация она базовая она сохранялась у нас на годы вы потом знали что когда если этот игрок переходит другую команду или если он придет к нам или если мы где-то с ним столкнулся мы вообще знаем о чем речь идет что это за человек нет я сказал я начал с того я начал с того борис подождите дайте я скажу а то мы вдвоем с вами видео я начал с того что эта информация может переписываться вот мы сыграли одну игру вот с этой да с этими данными посмотрели не устраивают нас трехочковый этот игрок бросает следующий раз если здесь не будет написано что он бросает трехочковый это будет ошибка тренерского штаба поэтому мы видим что есть какие-то изменения которые мы не учли мы их сюда вносим и таким образом мы этот пункт пополняем или изменяем да то есть это естественно не остается также на многие годы я имею ввиду что с каждым разом информация все больше и больше накапливается вот вот это была идея про многие годы вот другой вариант здесь уже чуть более систематизированная информация здесь была про теодосича да на двух языках поэтому выглядит очень много но на самом деле вот то что по русски написано здесь основная идея была такая бросает не бросает есть проход нет прохода играет пикин роллы или не играет если играет то куда и внизу жирным шрифтом выделяли что мы можем примерно делать против него да то есть может быть такая более систематизированная информация которую можно взять и написать также про игрока видите это ворде сделано очень простая табличка которая абсолютно спокойно доступна абсолютно на любому человеку вот так же база данных также эта база данных складывается сохраняется заносится и вы знаете про игрока и так значит создайте базу данных это то про это то о чем я пытаюсь сказать да если вы хотите чтобы у вас был скаутинг если вы хотите просто иметь информацию о своей команде игроков вам нужна база данных значит что схемы игроки то про что мы проговорили я думаю уже сейчас понятно как это все может выглядеть соответственно защитные реакции соперника то есть что значит защитная реакция соперника я играл игру с командой б моя команда них команда б и они против меня только заступали я знаю что вот против этого игрока они только заступают в следующий раз не знаю что они будут делать я уже предполагаю что скорее всего они будут заступать если у них это работало это называется я как бы сохраняю защитные реакции соперника то есть понимаю с чем я столкнусь следующий раз когда они снова встретятся мне Соответственно, защитные реакции вашей команды. Это то, как вы защищались и работало это или не работало. У нас это было вообще всегда принципиально важно. То есть, если я защищался плоско, и нам забили 30 очков от ситуации. Возможно, мне еще во время игры надо изменить ситуацию. А возможно, я хочу на будущее знать, что здесь я должен что-то делать другое. Это все анализ, это все понимание того, что происходит. Ну и, соответственно, планы подготовку. Это какой-то план-конспект, который все ведут, который вы готовили к игре. Вы также его отдельно отложили, потом открыли, посмотрели. Ага, здесь мы бегали 2 часа. Наверное, в следующий раз не надо, мы проиграли, они нам забили в переходе много очков. Поэтому вот это все складывается в одну базу, которая потом помогает вам дальше размышлять и развиваться. Соответственно, вы уже, как бы сыграв один раз, и все это... Да, это много работы. Возможно, для этого нужен дополнительный человек. Возможно, нужно это сделать не все, да, возможно, это будет, у вас будет одна страничка по одному предложению. Но, тем не менее, скаутинг это то, с чем сейчас работают все на любом уровне. Значит, какие еще можно учитывать показатели? Эффективность нападения. Это вот как раз, если мы вернемся сейчас к началу нашего разговора, для того, о чем я говорил, да, играет ваш соперник 10 схем. И из этих 10 схем он одну играет 20 раз, а одну играет 2 раза. И вам нужно точно знать, какую ситуацию вы будете, на какую ситуацию вы потратите время на тренировки. Да? Как это знать? Я вам сейчас покажу. Ну, вот смотрите. Давайте я зайду, а потом вернусь назад. Вот этот документ, который работает в команде, ну, это мы, то, что мы использовали в ЦСКА. Да? Здесь у нас, вы видите, 30 взаимодействий соперника, выносов целая куча. Вот таким образом мы выводили. Видите, у нас везде циферки маленькие, а в 4 ситуациях цифры большие, да? То есть, сколько раз? Вот одну схему 28 раз, играли одну 12, другую 14. Вот мы не будем на тренировке 30 ситуаций тренировать, мы возьмем, и вот эти 3 будем работать. Потому что мы знаем, что, вероятнее всего, с этими 3 или 4 мы столкнемся в большинстве случаев. Это сложно. Вот это вот долго. Это отдельные руки нужны. Там есть формулы в этом, да, это экселевский файл, я просто фотографию сделал. Это сложно. Как можно сделать просто? Просто делалось таким образом. Я просто, дайте я покажу. Я когда сам, еще я когда в Самаре был, я делал это вот таким вот образом. Я вот просто брал, писал, допустим, пик and roll 1.5, да? Самая-самая простая вещь. И дальше я начинал вот так писать. 2, 3, 2, забили. Fall, 2, 3, забили. Все. Я понимаю. 6 раз, 5 очков. Чуть меньше очка за владение. Да? Абсолютно простой. Ручкой, карандашиком на бумажке. И вы знаете эффективность нападения. Вот то, что я показал в Excel. Вот так вот можно посчитать. Единственное, вам надо не запутаться, какая ситуация вот здесь. То есть, что вы хотите здесь сделать. Вот так посчитать и не тратить время на тренировки, на 10 схем, да? Когда можно отработать две основных. Значит, что у нас есть? Эффективность нападения. Через кого из соперников вы можете стабильно набирать очки. Это таргеты. Это то, про что мы говорили. Это можно считать отдельно. Просто когда вы матч смотрите, можно так же карандашиком записывать. Вот через этого игрока мы набрали там 20 очков. Это важно для следующей игры. И последний пункт. Через кого из вашей команды набирают очки. Это тоже очень важно. Чтобы знать, кто у вас в команде слабые защитники. Это, допустим, иногда это бывает не видно и не очевидно. Иногда. А иногда кажется, что вот этот плохо играет. А на самом деле вот отсюда вот забивают большинство очков. И здесь основной вопрос, как вы читаете ситуацию, да? То есть, насколько вы понимаете игру, как вы читаете ситуацию, в чем, кто, где ошибся. Это важно. Мы вот такую вот вещь, вот допустим, опять же, я возвращаюсь к ЦСКА, и Тудис это после каждой игры считал. Вот он ходил, и потом приходил, и этому Родригесу тыкал вот так. Вот смотри, через тебя 30 очков забили. И вот он начинал его пилить за это. Но это в какой-то момент это начинало работать. Игрок понимал, да, ну через меня как бы все прилетает, значит, надо что-то делать. Это как... Или он меньше играл. Да, прибавлял. Но сразу же он знал, что он находится под колпаком. Что если еще раз, то время вместо 30 минут будет 15. И это также инструмент работы тренера, инструмент регуляции. Как он может действовать. Значит, это мы уже проговорили. Ну и в заключении, значит, к чему, о чем мы вообще тут разговаривали. Да, что нужно сделать. Первое, это оценить ваши ресурсы. Что у вас есть. Есть ли у вас время на это. Есть ли у вас люди на это. Есть ли у вас желание на это. Да, начнем с желания. Да, если желания нет, то все остальное можно даже не читать и не смотреть. Дальше. Начинайте со скаутинга своей команды. Принципиально важно. Я уже об этом сказал. Задавайте вопросы. Скаутинг строится на вопросах. Это то, опять же, с чего мы начинали. Готовьте с игроком к тому, что будет происходить во время игры. Изучайте то, что необходимо для вашей тактики. То есть, вы не просто изучаете соперника. Вы понимаете, если я против него заступаю, как он действует, когда против него заступаю. Вы не все подряд изучаете, что вы видите. Потому что это может с ума сойти. Баскетбол очень большая игра, там очень много деталей. Но то, что нужно именно вам, возможно, это 3-4 пункта, вы их точно знаете и знаете, на что смотреть. Для этого, чтобы знать, на что смотреть, нужно сначала пункт 2. Изучить свою команду. Дальше. Значит, создайте базу данных. Это я сказал. Это не обязательно должно быть в цифровом формате. Хотя в цифровом тоже можно. Если у меня есть программа FastDraw, в которой я могу хранить тысячи ситуаций. У меня там буквально, в прямом смысле, не в переносном, больше тысячи схем соперников, которыми я сталкивался. Я знаю, где эти схемы взять. Во-первых, я могу использовать для себя. Во-вторых, я знаю, что вообще я там ищу. Это органайзеры такие большие. Это уже работа с технологиями, с компьютером. Кому-то это не нужно. Кому-то достаточно написать три листа бумаги и положить в папку. Это тоже вид работы. Ну и, соответственно, создайте базу данных, наймите скаута. Как бы это ни звучало смешно, я в прошлом году создавал телеграм-канал, в котором были люди, ребята, которые приходили и говорили, я готов потренироваться в скаутинге бесплатно. Дайте мне только работу. И эти ребята находили работу. Вот им писал тренеру, я знаю из тринга, женщина. Сейчас не буду говорить, я не помню, как зовут. Она говорила, мне нужен человек на первенстве России. Приходил мне молодой парень, он ей помогал с видео, он ей помогал обрабатывать информацию. Бесплатно она получала информацию, он получал опыт. То есть, наймите скаута, это не обязательно означает, что вы должны ему заплатить. Кто-то потом платит сам, просто от себя, потому что видит, с какой качества работает. То есть, такая опция существует. Есть люди, кто просто хочет. И они готовы, им интересно, и только как бы все зависит от вас. Ну, читайте мой телеграм-канал, приходите на обучение, это понятно. Кто читает, тому проще некоторые вещи узнавать. Может, там что-то сложное очень есть, но тем не менее проще. Все, я закончил, ушел чуть дальше. Вопросы. Если есть вопросы. Денис, прежде чем вопросы, я бы хотел еще важный момент сказать. Посмотрите, очень объемный, глубокий доклад. Но очень часто бывает такой дисбаланс между тем, что знает тренер, и между тем, что могут унести его игроки. И вот здесь вот, я бы как раз хотел сказать, что да, много знаете, вас распирает от того, что все рассказать. Игроки особенно не готовы, не встанье это усвоить, потому что я это особенно имею в виду для тренеров детской юношки. Учитесь сами, учите игроков, и тогда наклад Дениса Сергеевича будет для вас прекрасным бонусом. А может, даже основой. Так, если есть вопросы, я готов. Да. Вы сказали, что не всегда игрок готов воспринимать эту информацию. Я хотел бы узнать, как построена работа, то есть идет индивидуальная работа с игроком. Либо как-то, ну, то есть вот клубы, скажем так, высшего звена. Для того, чтобы игрок... Ну, давайте так, в клубах высшего звена они все-таки воспринимают. Давайте возьмем пониже звено. Игрок, для того, чтобы мог воспринимать информацию, с ним надо работать индивидуально. То есть, если вам это важно, вы должны посадить его, включить картинку, нажать на кнопку, он должен посмотреть, вы ему объясняете шаг за шагом. Возможно, если вам это очень важно, если у вас идет процесс обучения. Я знаю, что некоторые тренеры заставляют своих игроков рисовать схемы, да, объясняют им, как это делается. То есть это все обучение. Это кажется, на самом деле, шутки или игра, на самом деле это называется тактический саппорт. То есть вы помогаете игроку развиться и помогаете ему понимать, что вообще вы от него можете хотеть. Супер важно это. Вот. Поэтому, да, если вы хотите, чтобы ваш игрок воспринимал, нужно садиться с ним индивидуально. Либо, давайте так, либо маленькими группами. Три человека. Там одной позиции. Три разыгрывающих сели, и вы им начали объяснять, что вы от них хотите. Они должны понимать, как вы узнаете, что они поняли, вы должны им задать вопрос, они должны воспроизвести то, что вы им сказали своими словами. Тогда это означает, что ваше обучение идет, и они понимают, что вы от него хотите. Так. Еще вопросы? Ну, наверное, наши тренеры пока переваривают ту информацию, которую, в общем-то, требуется время. Ну, и учитывая то, что у Дениса Сергеевича сегодня очень важный день. Сегодня мы принимаем команду Нижнего Новгорода, которую он здесь нам представляет. Мы пожелаем, во-первых, выражаем большую благодарность за прекрасный материал. Спасибо. Спасибо. Хорошие игры Нижнему Новгороду, но болеть мы будем за своих. Нет сомнений. Спасибо огромное. Да, да, я тоже очень доволен, что в такой промежуток уложить очень много материала, который, ну, лично я буду, конечно же, пересматривать. Ну, и, Денис Сергеевич, от нашего клуба скромный сувенир. Класс. Спасибо большое. Мы сейчас зафиксируем это на камеру. Благодарим. Да. Спасибо, Александр. Благодарим. Благодарим. Благодарим.